Ну что ж, слава Павлову, мы наконец-то переходим к решению генетических задач. Итак, первое. Кодирующий участок ДНК состоит из следующих нуклеотидов. ГЦА, ТТТ, АГА. О, АГА. Видите, уже их прибавилось. То есть, если у нас с вами было два триплета, здесь их уже шесть. Вот, то есть, я вам показывал задачу в таком миниатюрном варианте. Сейчас мы, так сказать, полностью вкусим генетику. Конечно, получим удовольствие. Я не сомневаюсь. Так, ну что ж, давайте напишем. Начинаем мы всегда. Ну, я буду в таком варианте, как, в общем-то, и в ЕГЭ надо писать. Да, просто там еще не забывайте в конце слова ответ. И еще раз все пишите. Ну, а мы с вами схему задачи составим. Так, ИЦА, ТТТ, АГА. Хороший триплет. Вот, ТГА, ААТ, тоже с глубоким смыслом. Так, ИЦАА. Теперь переводим их в МРНК. Ну, можно назвать и МРНК, можно назвать... Давайте, вам привычнее будет и в ЕГЭ, и МРНК. Пишите. В общем, разницы нет. Переводим. Гуанин у нас переводится. Можете поставить на паузу, кстати, даже советую вам. Сделайте сами. Потом сверьтесь со мной. Я буду сразу решать. Цитозин, гуанин... Ой, урацил. Вы этого не слышали. Так, аденин, 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 урацил, цитозин, урацил, 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 аденин, гуанин, урацил, урацил. Таким образом, на всякий случай проверю. Аденин всегда у нас переходит в урацил. Так, так, все верно. Гуанин всегда в цитозин. Цитозин в гуанин. И тимин всегда переходит в аденин. Так, хорошо. Вроде все верно. Определите состав соответствующих антикодонов ТРНК, участвующих в трансляции. Да, с ними тоже надо будет определиться. Давайте. Г, С, А. Тут уже другой язык. Запятая. Обратите внимание. Урацил, урацил, урацил. Аденин, гуанин. Аденин. То есть уже внутри РНК. Работаем. Урацил, гуанин, аденин. Аденин, аденин. Урацил. И цитозин, аденин, аденин. ТРНК определили, которые участвуют в трансляции. И которые будут транспортировать аминокислоты. Но, что очень важно, что мы не должны забыть, у нас таблица генетического кода по ИРНК. Мы находим аминокислоты с ИРНК, а не с ТРНК. Помните, я об этом говорил. Так, сейчас мне нужно найти таблицу генетического кода. Давайте. Я ее разыщу. Вот и она. Буду ее открывать, конечно. Часто. Надо найти аминокислоты, да? Все-таки. Как-никак. Давайте определять. СГУ. Ищем. СГУ. Аргинин. Первая кислота. Это аргинин. Тут можно, на самом деле, через тире. Потому что все аминокислоты соединяются в один белок. Поэтому допустимо. Можно и через запятую. Но вообще-то они образуют один белок. Лучше будет через тире. Так. Три аденина. А, А, А. На пересечении лизин. УЦУ. У, С, У. Тут у нас сирин. Так, далее. А, С, У. А, С, У. Трианин. У, У, А. У, У, А. Лейцин. Г, У, У. Это валин. Вот такие аминокислоты. Все. Эта задача нами решена. Мы все сделали. Давайте ко второй. Полипептид состоит из следующих аминокислот. Валин, аланин, глицин, лизин, криптофан, валин, сирин. Глутаминовая кислота. Глутаминовая кислота – это сразу, давайте я помечу, глу. Потому, что там еще есть глуна. Глуна – это глутамин. А глу – это глутаминовая кислота. Найдите ИРНК, в котором зашифрована данная последовательность аминокислот. Фрагмент молекулы ДНК, с которого синтезирована данная ИРНК. Давайте это сделаем. Значит, тут мы идем от обратного. У нас есть валин. Находим вал. Вот четыре кодона. Какой хотим, тот и выбираем. То есть, они все будут… Ответ будет верный. Помните, что часть 2 – это часть со свободным ответом. А это уже сигнал к тому, что здесь может быть не одно верное решение. Можно с разных сторон, и все будет верно. Ну, возьмем первую – ГУУ. ГУУ соответствует валину. Аланин – АЛА. Возьмем тоже первую. ГЦУ. То есть, это у нас и ИРНК. Пишем кодоны и ИРНК. Далее. Глицин. ГЛИ, да. Какую-то из этих надо выбрать. Давайте возьмем первую. По традиции. ГГУ. ЛИЗИН. Вот ЛИЗИН. Возьмем первый. ААА. Зашифровали. Триптофан. Триптофан. Одна аминокислота ему соответствует. Да. Не вижу второй даже нигде. УГГ. То есть, один кодон. Валин снова. Возьмем ГУУ. Для Валина. Сирин. Глутаминовая кислота. Ну ладно, не будем уж заморачиваться. Достаточно этих кодонов. Итак, для примера, более чем достаточно. ИРНК мы нашли. В котором зашифровано. Самостоятельно, да. Продолжите. Сирин и глутаминовую кислоту. Попробуйте сами сделать. Мы нашли. Давайте найдем ДНК. То есть, переводим обратно. Из ИРНК в ДНК. С. А. С. Г. А. С. С. А. Т. 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 А. С. С. И. С. А. А. Всегда проверяйте. Потому что можно сбиться очень легко. Я тоже проверю. Значит, аденину всегда соответствует урацил. Да. Везде так. Тимину. Всегда аденин. С. Г. Там уже с ними проще. Вроде все верно. Так. Фрагмент молекулы ДНК тоже нашли. То есть, задача нами решена. Такие задачи тоже могут встречаться от обратного, что называется. Все об одном и том же, просто от обратного. Так. Нуклеотиды в одном из генов располагаются в следующей последовательности. Как изменится последовательность аминокислот, если заменить нуклеотиды? Да. Тоже мутации могут быть. Это то, что я пытался провернуть, когда лекцию читал, но поймал сам себя. Там у меня не получилось. Сейчас нам нужно с вами вместе мутацию провести. Опять ставьте видео на паузу. Решите самостоятельно. Последовательность нуклеотидов ДНК дана. Давайте сразу разобьем на триплеты. А, 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 ГА, ЦАЦ. Это ДНК исходная. ДНК. Давайте. Мутированная. Как-нибудь назовем. Или мутированная. Давайте. Конечная. Конечная ДНК. Пусть так. Часто пишут, что произошла мутация, но здесь, видите, это как-то теоретически. Если заменить просто, не пишут, что мутация. Ну, хотя эта мутация самая настоящая замена. В первом кодоне А на Г. ГАА. Во втором Г на А. Так, секунду. В первом кодоне А на ГА. То есть, мы все должны заменить. Вот как. Г, Г, Г. Во втором Г на А. А, А, А. И в третьем Ц на Т. Т, А, Т. Вот так, ДНК исходная, ДНК, которая замена. Где замена произошла. Вот следующим образом. Значит, здесь я немножко отступлю. Объясню, зачем я это сделал. Это нужно, потому что нам предстоит связать эти две ДНК. И посмотреть, как белок изменился. То есть, еще мне строчка тут понадобится. Как изменится последовательность аминокислот. То есть, нам надо найти и РНК, и нам надо найти аминокислоты. И РНК. Как привыкли. Аденин переходит в урацил. Гуанин в цитозин. Аденин в урацил. Цитозин в гуанин. Аденин в урацил. Цитозин в гуанин. Аминокислоты определяем по нашей таблице. Значит, УУУ. Такое устрашающее. А это всего лишь фенилаланин. Фен. Далее. СУУ. Лейцин. Лейцин. ИГУГ. Валин. Это исходный белок. Теперь давайте построим и РНК. Исходная и аминокислоты исходные. То есть, такой индекс приписываете. Это ДНК. То есть, и РНК конечная, да, где уже изменились. И аминокислоты будут тоже конечные. Так. Переводим. Выступаем в роли переводчиков. С, С, С. Аденин переходит в урацил. И тимин. Так. Тимин в аденин переходит. Аденин в урацил. Здесь в аденин. Вот это самое сложное. С тимином, урацилом, с цитозином, гуанином всегда все легко, надо сказать. Три С. С, С, С. Это ПРО. То есть, пралин. Аминокислота. УУУ. Фенилаланин. АУА. Это изолейцин. То есть, вы видите, из-за этих изменений, мутации, да, грубо говоря, произошли изменения из структуры белка. То есть, мы получили абсолютно другой белок. А значит, что... Кстати, тоже запомните универсальную формулу, которую сейчас дам. Иногда это в ЕГЭ нужно будет написать. Значит, структура белка... Что я написал, боже мой. Так, вы этого не видели. Структура белка влияет на функцию. А структура белка определяется последовательностью аминокислот. То есть, запомните, если изменилась последовательность аминокислот, функции белка, его свойства, да, тоже, они вообще меняются абсолютно. То есть, иногда замена одной аминокислоты сводит все на нет. Какая-то, подумаешь, мутация. Один нуклеотид поменялся. А все, весь белок теперь... Все, весь белок теперь функционально никакой, бесполезен совершенно. Переходим к новой задаче. Здесь вы ставите на паузу, решаете, потом смотрите мое решение, а я сразу же начинаю решать. И РНК, да, УУГ, ГАЦ, СГГ, УУА. Четыре кадона и РНК нам даны. Давайте узнаем, нас же спрашивают, как изменится синтезируемый белок. Сразу найдем аминокислотную последовательность, исходную. Так, УУГ. УУГ. Это лейцин. ГАЦ. ГАЦ. Это аспаргиновая кислота, если не ошибаюсь. СГГ. Аргинин. УУА. Прям один из отрядов млекопитающих вспоминается. Не будем об этом сейчас. У нас не зоология. Так, лейцин. Получился последней аминокислотой. Это исходная. Обратите внимание, после первого триплета был вставлен тимин. То есть, нам еще с вами нужно и ДНК исходную построить. Потому что триплеты – это термин, который ведет к ДНК. Если урацил, то он всегда из аденина возникает. Цитозин. Цитозин. Аденин всегда рождается из тимина. Гуанин. Гуанин. Цитозин. Цитозин. Урацил всегда из аденина. Аденин всегда из тимина. Ну, проверим, да. Аденин, урацил. Аденин, урацил. Тимин, аденин. Тимин, аденин. ЦГ. ГЦ. С ними все проще. Теперь ДНК мутировавшее. Давайте запишем, что здесь происходит. Здесь вставляются нуклеотиды. После первого вставляется тимин. После второго и третьего – аденин. Аденин, аденин, цитозин. Тут ничего не поменялось. Дальше вставляется тимин. Мутация. Вставка нуклеотида. Продолжаем, как ни в чем не бывало. ЦТ. Но здесь нам надо ставить черту, потому что три нуклеотида написали. Дальше Г. Затем аденин, который захотел сюда вставиться. ГАГ. Ц. Ц. Последний. Новоприбывший. Аденин. Аденин, аденин, тимин. Тут ничего не меняется. То есть после первого тимин, второго и третьего аденин. Получилось, что у нас здесь еще одна аминокислота новая будет. То есть тут даже не одна будет. По количеству, да, было четыре аминокислоты. Будет пять. И РНК. Мутировавшая. ДНК. Строим ее. С аденина всегда урацил. УУГ. С темина всегда аденин. Гуанин, аденин. Снова. Цитозин. Урацил. Цитозин. Гуанин. Гуанин. Тимин. О, вернее, с аденина всегда урацил. С аденина урацил. Тимина аденин. Еще раз все проверяем. С аденина урацил. С темина аденин. ЦГ, ГЦ. Пробегусь быстро по ним. Вроде все верно. И аминокислоты. Мутировавшие. Давайте их напишем. Смотрим в таблице генетического кода. УУГ. Лейцин. То есть, первая аминокислота не поменялась. Ага. Где-то я уже это слышал сегодня. Так, ладно. Аргинин. СУЦ. ЦУЦ. Это лейцин. Видите, УУГ. Интересно, как ЦУЦ на один. На одну и ту же аминокислоту. То есть, это принцип избыточности генетического кода. Но это не сегодняшняя тема. ГГУ. Глицин. И УУА. Это лейцин. Да, вот он. Три разные кодона, казалось бы, но одна и та же аминокислота. Лейцин. Как получилось? Видите, что белок меняется совершенно. Меняется его функция. Меняется признак организма, который этот белок кодирует. Который этот белок определяет. Ну, хорошо. К следующему предпоследнему заданию. Оно чисто формата ЕГЭ. Если первые четыре я брал задачи первого курса. Откровенно вам скажу. То есть, это то, что решает на первом курсе. Они такие. Посложнее. То сейчас все будет даже проще. Мы с вами посмотрим задачи ЕГЭ. Почему я выбрал именно эту? Ну, уж раз брал из первого курса, брал бы все. Но эта задача, ребят, интересна именно тем, что здесь важно внимательно... Вообще, в любой задаче внимательно нужно читать текст задания. Но здесь особенно известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матриц. Это я вам говорил на лекции. И посмотрите. Тут напрямую с ДНК синтезируется ТРНК. То есть, мы с вами как обычно делали. Мы с вами брали ДНК, с нее строили и РНК, а затем уже к ТРНК. Здесь же напрямую. То есть, сразу от ДНК к ТРНК. Это важнейшая особенность. Установите нуклеотидную последовательность участка ТРНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта ТРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону ТРНК. То есть, третий триплет, вот он, ТЦА, это соответствует антикодону ТРНК. И ответ надо нам пояснить. Давайте запишем. Значит, ДНК. ДНК готово. Теперь синтезируем напрямую ТРНК, поскольку нам дается указание в задаче. То есть, вам подсказывают это в лоб. Не увидите это, минус балл. Устанавливаем ТРНК также, по таким же принципам. То есть, аденин всегда переходит в урацил. Урацил. Так, а почему у нас... Почему у нас в ДНК оказалось урацил? Так, вы этого не видели. Давайте сделаем здесь тимин, конечно же. Аденин переходит в урацил. А тимин в аденин. Гуанинцитозин. Тимин в аденин. Тимин в аденин. Гу. Так, Сау. Гу. Проверим. Всегда аденин переходит в урацил. Тимин в аденин. И ГЦЦГ. Тут все, в общем-то, просто. Антикодону соответствует третий триплет. Давайте его выделим. Вот этот триплет. Вернее, триплет вот здесь, да. А это антикодон, который переносит аминокислоту. Ну, давайте с него найдем аминокислоту сейчас. И получим сразу минус балл. Потому что у вас дана таблица генетического кода по ИРНК. А не по ТРНК. Поэтому, раз это антикодон, давайте для него найдем кодон, которому он комплементарен. Мы знаем внутри ИРНК, как все переводится. Аденин всегда в урацил. Гуанин в цитозин. Урацил в аденин. И вот он наш кодон ИРНК. То есть, мы перевод сделали и можем спокойно пользоваться этой таблицей. У, С, А. Это серин. То есть, аминокислота, которую будет переносить ТРНК с антикодоном АГУ, это серин. Акодон, которому соответствует серин, это УЦА. Ответ поясните. Поясняете вы тем, что везде господствует принцип комплементарности. Если там в зоологии, то есть, в ботанике иногда гометофит, иногда спорофит, да, то здесь всегда принцип комплементарности. Запомнили. Хорошо. Давайте к следующему. Последнее задание. При биосинтезе белка к рибосоме последовательно доставлены аминокислоты ТРНК. Ну, здесь перечислены антикодоны, да, ТРНК. У, 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 ГЦА. Какой полипептид получился? Какие кодоны ИРНК соответствуют указанным кодонам ИРНК? Напишите цепь ДНК, в которой закодированы данные кодоны ИРНК. Кодон – это слишком сложно, мы напишем кодоны. Постройте вторую цепь ДНК, комплементарную первой. То есть, все задачи на эту трансляцию и транскрипцию могут начинаться с любого места. Могут с аминокислот, могут с ИРНК, с ДНК. Вот у этой задачи с ТРНК вас это вообще не должно никак колышеть, потому что вы знаете, у вас есть словарик, который я дал, и он вам поможет с любого места начать решение задачи. С, Г, У. Так, это я уже что-то начал переводить слишком рано. Слишком рано. Через запятые записываем антикодоны ТРНК. ГЦА, УУУ, УЦУ, УГА, ЦАА. Потренируемся мы с вами сегодня от души, конечно. Итак, какие кодоны ИРНК соответствуют указанным кодонам ТРНК? Ну, здесь, конечно, ребят, давайте нам внесем коррективы антикодонам ТРНК. Безусловно, соответствие антикодонам, то есть нам даны антикодоны. И РНК. Пишем кодоны. Какие? Урацилы всегда соответствуют аденин, гуанин, цитозин, стозин и гуанин, урацил. Аденин, аденин, аденин. Аденин, гуанин, аденин. Аденин, цитозин, урацил. Аденин, гуанин, урацил, урацил. Вот такие антикодоны. Вернее, кодоны и ИРНК. Хорошо, мы нашли и ИРНК. Теперь давайте найдем ДНК. Аденин всегда получается из тимина. СГ. Урацил из аденина вырастает. Аденин из тимина. Аденин из тимина, цитозин, тимин. Аденин откуда? Конечно, из. Вы этого не видели. Так, из тимина. Гуанин, аденин, ц, а, а. Давайте проверим. Аденину всегда соответствует урацил. Ау, ау, ау. Так, тимину аденин. Та, та, та. Та, та, та. Та, та, та. Вроде все вернутся. СГ. Тут уж и биться сложно. Но, по-моему, я ошибся. По-моему, вот здесь. Так. Гуанин, цитозин. Ну что ж. Теперь вроде все верно. Мы нашли с вами ИРНК, нашли с вами ДНК. Ох, еще нам надо построить вторую цепь ДНК. Это сильное задание. Давайте сделаем это. ДНК значит римскую 1, ДНК римскую 2. Аденин, 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 цитозин, гуанин, тимин. Аденин, аденин, аденин. Аденин, гуанин, аденин. Аденин, цитозин, тимин. Гуанин, тимин, тимин. А аденин всегда соответствует тимину Цитозин Так, аденин, тимину Проверяем Везде ли это соответствие Тимин, аденину Мы же внутри ДНК ГЦ Здесь сложно ошибиться, да, помните? О предыдущем я ошибся Поэтому давайте внимательно меня проверять Вот, и вообще всегда я хочу сказать Относитесь к тому, что говорит учитель критически Потому что вы должны находить ошибки И вы должны быть впереди учителя То есть если ученик не превосходит учителя Это значит, что ученик не задался Ученик должен всегда идти впереди Поэтому смотрите, ищите мои ошибки И будьте впереди меня Это значит, что вы на верном пути Так Цитозин, гуанин, гуанин, стазин Вроде все так Вторую цель построили Комплементарную первой Но только полипептид не нашли Аминокислоты И помните Какая ошибка? Начинаете с ТРНК искать аминокислоты? Нет Надо искать аминокислоты с ИРНК Вот это, пожалуй, очень важно Если забудете, точно сделаете тут ошибку ААА Лизин Так, ну здесь можно и через тире Потому что белок единый, да? Он склеен из аминокислот Пепсидными связями ЦГУ ЦГУ Аргинин ААА Лизин Так Уже это у нас было Ага Третий раз уже АГА За сегодня Если не больше АЦУ Трианин И для ГУ ГУ Это валин Вот таким образом мы с вами все сделали Решили 6 задач Я надеюсь, что все было понятно Что вы сейчас прямо зайдете на Студариум Прочитаете статью по трансляции и транскрипции И потом зайдете и решите несколько заданий буквально по 27 линии ЕГЭ Тоже на Студариуме вы выбираете эту линию И решаете Заходите на Студариум Смотрите статью по трансляции и транскрипции И в разделе Тесты Выбираете Задание по линии 27 Применение задач Решение задач по цитологии И вот они перед вами В биосинтезе ТРНК Все это решаете Я надеюсь, все было понятно Поэтому Надеюсь, порадуете меня лайком И подпишитесь на канал Всегда приятно видеть отдачу Когда ты что-то делаешь Вкладываешься с душой Всегда приятно видеть отдачу И когда я вижу, что вам нравится то, что я делаю Мне хочется делать еще И хочется снимать и записывать интересные видео Такие же подробные Поэтому Порадуйте мой миокард Свежей порцией АТФ Поставьте лайк Помните, каждый лайк синтезирует у меня одно АТФ Всем спасибо за внимание Подписывайтесь И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok